Вот это вот проблема земли и власти, вековая проблема, соотношение земли и власти, насколько они слышат друг друга, насколько они понимают, насколько они друг друга дополняют, насколько они гармонично взаимодействуют. Вот исторический опыт показывает, если земля и власть гармонично взаимодействуют, Россия развивается. Как только власть отрывается от земли, не слышит землю, – это всегда чревато конфликтами, понимаете? Вот наши эти либералы очень любят, не зная истории вообще… Зачем? Ничего они… Они начинают рассказывать нам о многовековом рабстве русского народа, о изначальной деспотии… Пример. «Русская правда» знаменитая, у истоков которой стоял Ярослав Мудрый, потом его сыновья добавляли, Владимир Мономах и т.д., первые 17 статей и два закона были созданы именно при нём. Вот в этих первых 17 статьях содержится две статьи – третья и семнадцатая. Про что там? Сейчас скажу. Вот у нас всегда в советской исторической науке говорили, что русская правда, а у нас же, согласно марксистской теории, надо было вывести к единому знаменателю историю всего человечества, т.е. у нас было так же, как в Европе. Вот мы развивались параллельно и т.д. и т.д. и т.д. и вот у нас всегда говорили – вот, значит, русская правда, она была сродни законодательству раннесредневековой Европы вот этим варварским правдам, солидической правды, франков, баварской правды, саксонской правды и т.д. и т.д. И делалось это вот, знаете, как по заведённому, особо не вдумывалось это, люди даже не читали содержание статей. Слушайте, у нас ведь в русской правде код нашей нации был заложен с самого начала. Что ж там такое? И он простой до неприличия – значит, за кражу боевого коня, а боевой конь, который стоил 3 гривны, платили 3 гривны – это была мера наказания, причём это была суровая мера наказания, в отличие от, например, тех же европейских правд – там за кражу коня отрубали руку члена вредительства, у нас никогда не было законодательства таким кровожадным, как, например, в Западной Европе, т.е. за кражу боевого коня дорогое имущество платили стоимость этого имущества. Если человеку во время драки наносилось личное оскорбление, т.е. ему, например, вот я взял бы, у тебя бы вырвал кусок бороды – это считалось оскорблением. Обесчестили, да? Обесчестили. Значит, за такой поступок обидчик платил 12 гривен штрафа в 4 раза больше, чем за частную собственность. Вот и всё. Честь и достоинство личности в Древней Руси ценилось куда дороже, чем частная собственность. В варварских правдах европейских государств частная собственность всегда ценилась во много раз дороже, чем честь и достоинство личности. У вас есть тут в Питере прекрасный историк вообще, ну это классик вообще, и советской, и русской исторической науки Игоря Яковлевича Фраяна. И он опубликовал две диссертации по социально-экономической и социально-политической истории Руси. И он пересмотрел там вопросы, связанные с общественным строем Древней Руси. Сказал о том, что не так всё просто, что феодальные отношения они носили довольно с парадический характер, что были элементы рабства и т.д. и т.п. Ну, рабство носило патриархальный характер, неважно. И потом, когда он дальше изучал историю, особенно политическую историю Руси, он накопал массу фактов в источниках, в аутентичных источниках о том, что не только в Новгороде и в Пскове существовали институты вечевые, т.е. вечевые традиции естественного народа власти, они были характерны для всех русских властей. Сам термин «земля» он не очень исторический, потому что к домонгольской Руси применительно именно термин «волость», даже не княжество, княжество – это, так сказать, есть продукт более позднего времени. Для Киева, Владимира, Рязани, Смоленска, Витебска, Полоцка и т.д. и т.д. везде существовали вечевые организации. Более того, эти вечевые организации, на которых выбирали, кстати, высшие должностные лица общинного городского самоуправления – Тысицкие, посадники и т.д. и т.д., они существовали и в постмонгольской Руси. Если вы возьмёте, например, те же летописи XIV-XV веков, которые относились к истории московской уже Руси, вы прекрасно увидите, что, например, должность Тысицкого в Москве, она выбиралась навече. Более того… С точки зрения наших интеллектуалов – рабы выбирали себе рабовладельцев. Об этом и речь, понимаете? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова